С начала года от действий мошенников, промышляющих в интернете, пострадали почти две сотни жителей Кустанайской области. И только четвертую часть преступлений, о которых заявили пострадавшие, удалось раскрыть. Для розыска преступников и выявления новых фактов киберпреступлений полиции, в том числе и в Кустанайской области, проводятся специальные операции. С 11 по 12 июня проводятся оперативно-профилактические мероприятия HITECH в целях повышения эффективности и мер по борьбе с правонарушением в сфере информатизации. Также в борьбе с преступлением, связанной с интернет-мошенничествами. Полицейские отмечают, что мошенники все активнее пользуются развитием интернета и услуг с помощью него оказываемых. Они придумывают новые способы отъема денег. По словам специалистов, денег можно лишиться даже при скачивании всемирной сети какой-либо необходимой вам информации. На сайтах, где можно позаимствовать нужную вам информацию, можно нарваться на смс-мошенничество. На самом сайте могут попросить ответить на бесплатные смс-сообщения, чтобы авторизоваться и скачать нужный вам файл. В таком случае с баланса вашего телефона может быть снята практически любая сумма. Впрочем, мошенник не всегда может быть удален от своей жертвы. Все чаще регистрируются факты, когда жители области страдают от действий людей, в доступе которых находятся их личные документы, и которые имеют элементарные навыки подачи заявок финансовой организации на получение займов. Недавно кустанальскими полицейскими были задержаны трое подозреваемых в завладении деньгами своих родных. Три мошенника 1988 года рождения, 1987 года рождения, также 1986 года рождения, которые занимались оформлением микрокредита в банке на имя своих знакомых и родственников. Один из них ранее был судим, также раскрыто еще одно аналогичное уголовное дело в городе Аркалык. Там 25-летний мужчина также занял деньги финансовой организации на имя своих родных. Всего 75 тысяч тенге. А в Житегоре полицейскими задержан 25-летний сотрудник филиала одного из банков, который, используя копии документов клиентов учреждения, оформлял от их имени микрокредиты, а полученные денежные средства использовал в личных целях. Таким образом, он обманул граждан более чем на полмиллиона. Анарбия Касколов, Виталий Луговской, РТМ.